Во-первых, я хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в нашем служении в решенном лице, и всех, кто приезжал к нам на пробу. Я бодряю вас приезжать и дальше к нам на пробу. На служение по субботам в 11 часов утра. Стоянка у нас большая, бесплатная, прям под домом, прям из машины, в лифтах, из лифтов на служение. Все хорошо. Просто бодряю вас приезжать. Это тоже служение, поддерживать служение в других городах. Поэтому, если у вас есть на сердце, завтра приехать, мы будем очень рады вас видеть. Во-вторых, на самом деле, я долго думал, о чем-то на самом деле проповедовать. Потому что в прошлый раз была такая фундаментальная проповедь. Здесь, у вас, у нас. Была такая фундаментальная проповедь, и я даже не знал, что проповедовать после этого. Потому что все уже осветились, все уже стали, так сказать, подобились Иисусу Христу, и все уже вот-вот вознесутся на небесах. Да? Нет? Ну ничего, мы все равно вознесемся. Рано или поздно. Аминь. Поэтому я, как обычно, отдал это все в руки Богу, потому что каждый раз, когда я пытаюсь найти тему для проповеди, постоянно приходит потом какая-нибудь мысль сделать все наоборот. Ну или что-нибудь другое. Подготовишься, бывает, пробовать основательно, книжки почитаешь, все, а потом раз, Господь говорит, не меняем. Это не совсем то, что я хотел им сказать. Мне приходится срочно переделывать проблему. Так вот, я долго думал об одной теме, которая зародилась у нас во время учебы. Я учусь в академии, светской абсолютно академии. Социологию и образование изучают, там, заканчивают последний год, слава Богу. Никогда не кончится эта учеба. Я вот, учась сейчас, помню, что вы вечный студент. Это уже шестой год пошел, как я учусь. Я думал, я быстрее 54 года учусь, и все. Ага. Тут мне еще докторат предлагают. Я не знаю, соглашаться, не соглашаться. Окей. Так вот, зародилась тема, которая... Простите. Стаканчик, вот, я вижу. Зародилась тема, о которой мы говорили, так, знаете, она породила... Не то, что конфликт, она породила такую мощную дискуссию внутри. У нас дело в том, что мы во всей этой светской академии единственная группа верующих. Вот только у нас все там верующие. И причем верующие разные. Например, я такого более харизматического рода. Да, там у нас есть пятидесятники такие традиционные. Есть абсолютно такие закорененные баптисты, например. Там, знаете. Есть у нас арабы, верующие в Иисуса. Это не католики. Они, как это называется, они покаялись. Начали говорить католики, потом покаялись, они говорят так. Очень интересная группа. Все от нее в восторге. Они всем нам предлагают продолжать учиться дальше. И вот один из курсов, который мы проходим, он называется курс управления... Или не управление, а как это? Курс управления дискуссией в группе. Очень интересный курс. И нам предлагают обсуждать... Если вы прошу, нам предлагают обсуждать темы, которые нам самим интересны. Есть ли у Бога план лично для меня? Кто-нибудь задавался таким вопросом? Есть, да? И к какому ответу вы пришли? Если вы еще ни к какому не пришли... А кто-то пришел уже к конкретному однозначному ответу, что да, есть или нет, нету? Да, есть, да? То есть вы уверены, что есть? В ней не разделились у нас. Знаете, это хорошо. Должны быть разномысли. Главное, чтобы это не было разногласия. Некоторые считают, что да, есть. Некоторые считают, что нет, нету никакого плана. Некоторые считают, что есть глобальный план такой у Бога относительно всех. Некоторые считают, что у него есть локальный план относительно нашей церкви. И так далее. Много разных мнений. И я вот, когда слушал эту дискуссию, она мне не давала покой. И даю ее до сих пор. Я вот до сих пор думаю. И даже в процессе я добавлял некоторые вещи сегодня, хочу с вами поделиться этими мыслями. Потому что, еще раз повторяю, вся наша группа – это группа «Веручие». То есть понятно, что вся эта дискуссия постоянно опиралась на писание. То есть мы постоянно искали места писания, чтобы оправдать свою точку зрения. И самое интересное, что диалог у нас шел по большей части не друг с другом, а внутри самого себя. Называется «внутренний диалог». И очень было интересно наблюдать за тем, как у людей менялись лица в процессе этого диалога. То есть когда с кем-то они были согласны, вдруг они так, знаете, начинали кивать. Или с кем-то не согласны, они такие, знаете, ну мы же как бы искренние. От избытка сердца говорят пста. И три вопроса были подняты во время этой экскурсии, которые мне не дают покоя. Я хочу с вами поделиться, потому что я молился долго над людьми. Потому что я потом, знаете, мы люди все-таки, мы плоть и кровь. И дьявол это знает. И он постоянно пытается посеять нам какое-то семя сомнений. Помните, еще с демовского сада начиная. «А правда ли, что Бог сказал так?» И он опять, не раз туда, а семя говорит. «А правда ли?» Я вот молился на самом деле, есть ли у Бога план в моей жизни. И три вопроса, которые поднялись, и поднялись у меня в сердце тоже. Я хочу, чтобы вы их сейчас себе задали. Еще вам такая просьба. Есть ли кто-нибудь, кто пишет от руки в проповеде? Конспектирует? Есть? Нет? Я понял. Слава. Кто из таких, которые конспектируют? Зря. Я хотел, чтобы вы поделились листочками сейчас. Ну, я вам разрешаю пользоваться мобильными телефонами. Можете взять мобильные телефоны, там, где у которых есть запись, и поделить свою запись на три, на четыре части. Те, кто смотрит эту проповедию запись, я вам рекомендую взять лист бумаги и просто свернуть ее пополам, и у вас появятся четыре страницы. На первой странице напишите вопрос номер один, на вторую вопрос номер два, на четвертую напишите выводы, которые вы сделали для себя, а себе не мне. Не мне, мне не нужны ваши выводы, это ваши личные взаимоотношения с Богом. О том, что вы для себя взяли. Это будет такая практическая христианство. Итак, вопрос номер один, это вопрос, который звучит так. Как Бог говорит со мной? Вы знаете, вот можно там задавать вопрос, говорит ли Бог со мной, не говорит ли Бог со мной. Каждый утверждает, что Бог с ним говорит. Так, Ирина Ильич. И вот я задаю вопрос себе, как Бог говорит со мной? Как? Вопрос номер два, это как я слышу то, что Бог говорит мне? То есть, в не смысле, голосом ли он мне говорит, а готов ли я услышать то, что он говорит? Встречаю ли я это с благоговением? Встречаю ли я это с радостью? Или я встречаю это с противлением, с конфликтом, с дискомфортом? Бывают разные, знаете, даже богобоятельные люди конфликтно встречали в Слово Божие. Третий вопрос, это как раз то, что является темой права введения. Если у меня, вернее, пересекается с темой права, есть ли у меня реальная свобода выбора в поступках? Сложные вопросы, да, задают? Но нужно задавать за такие вопросы. Потому что если мы просто, знаете, помню Кеннет Коплин как-то выступал, я не помню точно кто это был, по-моему, по-моему, Кеннет Коплин. Ну, какой-то из генералов Флера. И он сказал, если когда-нибудь мне понадобится пересадка мозга, я прошу, чтобы мне пересадили христианский мозг. Потому что им никто никогда не пользовался. Бог хочет, чтобы мы задавали себе сложные вопросы. И учебником по задаванию себе сложных вопросов является книга Иова. Это учебник. Там очень много сложных вопросов, на которые Иова не было ответа. Но ободрение этой книги заключается в том, что в конце пришел Бог и все поставил на свои места. Все поставил на свои места. То же самое произойдет в нашей жизни. Итак, эти вопросы были подняты на этой дискуссии. Мне не давали покой, меня не очень задели. Так вот, будучи верующими людьми, мы постоянно рассуждаем о воле Божьей в нашей жизни и процессом принятия решений. Нами с вами, да? То есть, давайте возьмем, например, Эдемский сад. В Эдемском саду Адам и Ева, ну сначала Ева, должна была принять решение. Слушать вообще этого говорящего змея или нет. Я не знаю, много ли там было говорящих змей в Эдемском саду. Но исходя из того, что происходит сегодня на этой планете, да, если бы со мной заговорил змей, я бы, наверное, насторожился. Ну, согласитесь. Не каждый день. Вытащил бы телефон, начал записывать. Потом бы инстаграм. Так вот, у каждого нашего принятия решений есть процесс. То есть, он начинается с первоначальной мысли, которую мы получаем, сейчас мы об этом тоже поговорим, и заканчивается тем, как мы эту мысль обрабатываем, сеем, взращиваем, делаем ее своей мыслью и на основании этой мысли дальше действуем. Это процесс. Он связан с каждой мысли. Представьте себе, что если бы мы над этим процессом задумывались, то нам бы не хватило, там, я не знаю, года для того, чтобы осуществить хотя бы одно дело. Но я вам могу сказать, что есть тысячи мыслей в течение дня, которые мы не просто обрабатываем, мы их притворяем в жизнь. И эти мысли частично являются автоматическими. Например, вы не задумываетесь над тем, с какой ноги встать, сколько зубной пасты выдавить на зубную щетку, как чистить зубы, как долго чистить зубы, так вы не задумаетесь. Но это все мысли, потому что факт. И вы можете не почистить зубы. Достаточно смениться какой-то ситуации, и вы можете уже не почистить зубы в то время, в котором вы делаете это обычно. И вам потом нужно будет вспомнить, чистили вы зубы, а дальше опять все пойдет по автомату. Окей? Это простой пример. Теперь, если мы не сам разумеем свое принятие решений с Божьей волей, происходит неприятная ситуация. Мы отпадаем от Божьей благодати. То есть, вы не знаете, что мы теряем спасение. Но Бог, он действует точно так же, как написано в его притчах в Будном Зиме. Он никогда не противится тому, чтобы мы ушли, но точно знает, откуда мы вернемся обратно. В тот момент, когда мы не в его поле зрения, то есть не под сенью всемогущего покоимся, мы не под благодатью. И когда мы не сообразуем свои решения с волей Божьей, мы от нее отпадаем. Когда мы сообразуем свои решения с волей Божьей, тогда мы под эту благодать обратно возвращаемся. И таких моментов в нашей жизни миллионы. И мы иногда думаем, что же у меня ничего не происходит, что же у меня ничего не получается, что же у меня, за что бы я ни взялся, все это ухватится. Нужно задуматься над одним предложением. И это предложение написано в Талмуде. Звучит оно в следующем уровне. То есть, когда мы приходим к какому-то определенному результату, и он нас не устраивает, нам нужно задуматься, о чем мы подумали, прежде чем начали это делать. И тогда нужно понять, мы это делали сообразно Божьей воли или не сообразно Божьей воли. Согласны? Кто всегда поступает сообразно Божьей воли? Есть такие смелые поднять воли? Нету. А почему? А известны ли вам люди, которые я несу, задавайте в сторону, да видим, он не считается. А есть ли люди, которых вы знаете из Танаха, которые всегда поступали сообразно Божьей воли? Есть. Ну, есть. Есть, да. А? Открою Танаха и укажем. Не, не, я не говорю, что я спрашиваю, вы знаете, что они есть? Знаю. Есть, замечательно. А что отличало людей, которые всегда действовали по Божьей воле, от всех остальных? Даже от человека по сердцу Божьему, которого зовут Давид? Что отличало людей, которые, да, действовали по воле Божьей, от тех, которые не действовали? Как вы считаете? Ваше мнение. Странность и индивидуальность. Странность и индивидуальность. Возможно, есть такое мнение. Еще что отличало, как вы думаете? Они советовали с Богом. Советовали? А вы не советуете с Богом? Советую. Советую. Но почему-то они да, а мы нет. Так хорошо. А почему они да, как вы считаете? Почему их поступки были всегда или сообразовывали всегда с волей Божьей? Доверие. Страх Божий. Доверие. Все ответы правильные. Здесь нет неправильных ответов. Послушание. Еще один момент, который вы отпускаете. Они все знали Бога лично. Все, кого вы имеете сейчас в виду, знали Бога лично. Даже если они с ним, как Авраам, лицо к лицу не общались, они четко понимали его характер. Четко понимали. И поэтому, зная заранее, что может повлечь за собой нежелательные последствия, они туда не ходили. И наоборот, зная заранее, что приведет их к Божьей благодати, они это исполняли. И таких примеров в Танахе Маса. Итак, давайте начнем с первого, с разбора первого вопроса, который я хотел бы, чтобы вы себе задали. Как Бог разговаривает с нами? Ваши мнения. Как Бог с нами говорит? Через Библию. Через молитвы. В Духе Святом. Через сны. Через других верующих, совершенно верно. Через проповеди, через общение с братьями, через общение даже с неверующими. Через события. Иногда прямо голосом говорит. Бывает и такое, ангелов посылает. Бывает и такое. По-разному бывает. Бывает, просто отвечает на молитву. Например, молимся и раз, происходит. То есть, ответ получен. То есть, Бог разговаривает с нами по-разному. И эти различные проявления Божьей многогранности в общении с нами, они почему-то с годами все меньше и меньше и меньше находят подкрик в наших сердцах. Если мы читаем Танах, ну, Новый Завет в частности, то там написано, что были пророчества, были видения, да, он там молился, ему Господь показал покрывало. Ну, то есть, разный, Бог проговорил там реально, там, Павлу, иди в Дамаск, там тебе придет такой-то, я уже не помню, как его зовут, к сожалению. И тому, кто должен прийти, проговорил, сказал, приди к Павлу, тот говорит, нет, я боюсь, он там всех в тюрьму сажал. Он говорит, приди, я все уже устаю. А они с ним разговаривали. Окей? А потом появляются какие-то непонятные течения в христианстве, которые говорят, нет, пророчество это было для апостолов. Это не для нас. Сны видели только Иосифа. Там чудеса были только, ну, может быть, еще на Азуза-стрит там. Последний раз. Окей? Когда мы встречаем такие высказывания, нам стоит обратиться, опять же, к Писанию. И к тому, что там написано две очень важные вещи. Первое. Слово Божие, живо и действенно. Как дальше написано? Да, с три всякого нечего. Нет, там дальше еще одна фраза написано. По сей день. По сей день. До сегодняшнего дня. Второе там написано, что нельзя пророчество уничижать и Духа Святого угожать. То есть, если мы это делаем, мы противимся воле Божьей. А если мы противимся воле Божьей, то стоит вспомнить, что говорит Иисус. Не всякий, называющий меня Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но только исполняющий волю Отца Небесного. Если мы нарушаем заповеди, написанные в нашем Священном Писании, называя это Словом Божьим, то у нас есть много шансов туда не попасть. И вот, вы знаете, мы очень часто слышим такую фразу. Это был ответ от Бога. Да? Слышали такую фразу? Что такое? За что? Это был ответ от Бога. Я сразу задаю вопрос. Вопрос задавали, чтобы это был ответ от Бога. Бог не дает ответов без вопросов. Бог не дает ответов без вопросов. Если мы ждали ответа, мы его получим. Если мы его не ждали, то, скорее всего, это просто благодать. Что такое благодать? Это сверхъестественное вмешательство Бога в нашу жизнь с целью привести нас к благим намерениям Бога. Он просто хочет, чтобы произошло вот так. Но если мы задаем вопрос, мы должны получать ответ. Но когда мы задаем вопрос, мы должны понимать, что вопрос адресован к кому-то конкретному. Согласны? Не просто там в воздух эфирический вопрос задаем, а к кому-то конкретному с целью получить ответ на этот вопрос. Ну так или нет? Что-то тут мнение разделить. Так, да? Замечательно. То есть, если мы ожидаем ответа от Бога, значит, мы уже верим в то, что мы его получим. Потому что иначе зачем задавать вопрос? Можно же со стенкой поговорить? Можно с отражением в зеркале поговорить? И самому себе уговорить, самого себя уговорить, что это и есть правильный ответ. Так тоже можно сделать. Я таких людей тоже знаю. Окей? Поэтому, когда мы задаем вопрос, мы верим в то, что получим ответ. Потому что Писание так говорит. Писание говорит, всякий, кто приходит, я говорю, в Еврея, как истинка глава 6 стих написана, всякий, кто приходит к Богу, должны знать или веровать, что Он есть. А дальше очень важная часть. И ищущим Его воздают. То есть, если я ищу ответов у Бога, Он даст мне ответ. Потому что написано, что с искренними Он поступает по искреннему. А Бог всегда, и вчера, и сегодня, и всегда один тоже. Он не меняется. Аминь. Итак, если мы стоим с вами на пороге принятия решения, нам необходимо выяснить, первое, есть ли воля Божия на то, что я собираюсь делать. Давайте сразу возьмем радикальный, отрицательный пример. Сразу. Радикальный, отрицательный. Давид, царь Давид, был человеком по сердцу Божьим. Все помнят? Когда это сказал Бог? Когда его на царство намазал? Нет, до этого еще. До этого. Самуил пришел в дом Ишая, как его по-русски зовут, Исей, для того, чтобы помазать на царство человека по сердцу Божьему. То есть Бог его назвал человеком по сердцу своему еще до того, как он был помазан на царство. Окей? Все ли дела, которые делал Давид, были правильные? Сразу на ум приходит история с Версалием и Сурием. Это было принятие решений? Конечно было. У него было достаточно времени на то, чтобы принять массу решений, которые бы в корне изменили бы ход всех событий. Ну так или нет? Но почему-то он принял другие решения. и когда написано, что всем положено быть на войне, где он был? Дома. С чего? Он же не просто случайно дома остался, ой, меня забыли, один дом. Ну не так же? Он же это осознанно сделал. Потом он осознанно пошел гулять по крыше. Ну с чего вдруг ты пойдешь гулять по крыше, если крыша выше забора, а забор строится для того, чтобы не смотреть, что есть у соседей. Зачем тебе гулять? Понятно, что если бы ты гулял по аллеям своего творца, кстати, кто был во дворце Давида в Иерусалиме? Там забор его здоров. И крыша тоже на нее же залезть надо. Это же не просто так. Тогда если ты гуляешь по аллее, ты бы мерзавию не увидел купающуюся в тазике. Понятно, что с крыши виднее. Жираф-то большой. Ему виднее. Все, он увидел другие обстоятельства, и ему пришли совсем другие мысли. У него было достаточно времени подумать, чтобы этого не делать. Потому что пока он спустился вниз, пока он позвал стража, пока сказал пойдите принеси, они же не сквозь стену протащили. Они же пошли в обход, пришли к ней домой, она пока оделась, пока оболвалась, пока накрасилась. Ну, знаете, кто у женщин говорит, тем более к царю идут. Окей? Там уже давно карета в тыкву превратилась, да? Ну, короче, было много времени, чтобы принять другое решение. После этого, когда все свершилось, у него тоже было много времени, чтобы принять другое решение. Понимать решение избавиться от дури. И за все за это он в конце концов заплатит. И когда он платил эту цену, помните ребенок, который умирал? Он прекрасно понимал, за что все это происходит. Смотрите, он покаялся. Он покаялся, и Бог простил его, но при этом цену он заплатил. Поэтому мы всегда должны помнить, что за любой свой поступок мы будем иметь выгоду и цену. Бог говорит, что только я знаю свои намерения о вас во благо, а не во зло. Если мы имеем Божью выгоду в своих поступках, в своих решениях, то и цену мы заплатим Божью, то есть во благо, никогда не во зло. Но если мы будем иметь что-то не от Бога, то цену мы заплатим тоже не от Бога. Потому что написано Бог никогда никого не искушает зло, и сам не искушает зло. Так или нет? У вас так написано Божьем? Вмечательно. Итак, каким образом мы хотим получить ответ от Бога? Как Бог хочет говорить сам? Первый самый простой способ прислушиваться к святому духу, я здесь уже об этом говорил. Он свидетель верный. Получается, что когда мы посылаем запрос в небесную канцелярию, кто-нибудь компьютером пользуется? Компьютером есть кто пользуется? Поисковой системы? Google? Кто-то Google, Google, Яндекс? Вы когда пишете запрос, вы посылаете его куда-то, называясь это сервером. Там этот запрос обрабатывается и вам выдается максимально подходящий под ваш вопрос набор ответов. И вы должны сами выбрать какое вам больше нравится. У Бога так не работает. У Бога да, вы посылаете запрос, а он обратно посылает идеально подходящий для вас один ответ. Один. Который мы должны увидеть. И как только мы смотрите как это работает, просто я рисую картинку у вас с воображением хорошо. Вы вот у нас это радар такой, знаете, антерна такая. Окей? Вы настраиваетесь на волну, молитва называется, процесс настройки на волну называется молитва. Настраиваетесь на волну и посылаете запрос на небеса. Такие люди как Яков, как другие, они видели ангелов туда-сюда сходящих или не сходящих. Окей? Ангелы это кто в переводе с греческого языка? не посланцы, а эти как-то. Глажатые воли Божьей, они передают волю Божью. Они сообщители, как это называется? Послание. Ну вот, так называется. Ангелы, короче. Так вот, открывается канал, который настроен на отправку информации и на получение информации. У нас есть еще один персонаж, про которого мы часто забываем, его зовут Сатана. Слышали про такого? Так вот, он точная копия Бога. Он все копирует, что Бог делает, то и он делает. Вот он пытается сделать все одинаково. Поэтому, если Бог не спит и не дремлет, то и он не спит и не дремлет. Когда он не спит и не дремлет, и только ему сообщили, что канал открыт, он тоже начинает в него сеять мысли. Бог начинает сеять, и дьявол начинает сеять. И вот здесь нам верующим гораздо проще, чем не верующим. Потому что, когда нам сеет Бог, написано, что все благое приходит от Отца света, то есть свыше, то есть от Бога. И наш верный свидетель, Дух Святой, говорит, это хорошо, это свои. У него же весь система свой-чужой. Это свои, можно с миром укладывать на сердце и взращивать. Как только приходит мысль от дьявола, он сразу говорит, нет, не то, противление, Дух возмущается сразу. Но бывает интересная ситуация. Бог посылает нам мысль и говорит, нужно сделать вот так. А нам это некомфортно. Например, Иона хотел служить Богу, дворцу Невы и Земли. Он говорил, что я служу Богу Невы и Земли. Но Бог ему сказал, тогда встань, иди в Неневию проповедуй. Он говорит, нет, спасибо, лучше не авторсис. Там приятнее, курорт все-таки. Знаете, то есть некомфортно. Но Бог заранее предупредил. Помните, что написано, что Бог ничего не делает без того, чтобы сообщить это вам своим пророкам. Он заранее сказал, мои мысли не ваши мысли и пути мои не ваши людей. и получается, что Он нам сеет свою быстрого блага, невозломную она для нас дискомфортная. И мы думаем, отойди от меня, сатана. Пример из Нового Завета, юноша, который пришел боговоязненный, с детства соблюдая заповеди. Иисус ему говорит, круто, молодец, теперь возьми и раздай нищий. Он ему не сказал, обнищай. Он ему сказал, раздай нищим. Потому что он говорит, что блажение давать, нежели получать. Иисус видел в этом богатство на небесах. А тот, который огорчился и отошел, видел в этом потерю богатства на земле. Это некомфортно для него. Не то, что он перестал верить в Бога, нет. Но для него это было некомфортно и он принял решение этого не делать. мы больше о нем ничего не знаем. Но кто-то, наверное, пытался догадаться, что с ним стало потом. Не знаю. Может быть, пока не знаю. Но самое главное это то, что дух работает по способу маниликации своего чужого. Но есть еще одна система распознавания своего чужого. Называется она мозг. Мозг он хоть и создан по образу и подобию Вожьему, но пребывание в миру его поведение извратило не в наше благо. Мозг ленивый. Он не любит работать. Почему? Потому что любая работа мозга сопровождается с колоссальным расходом энергии. Вы знаете, да, что большая часть населения змеи работают предпочитать руками, а не мозгами. Не потому, что они плохо учатся или у них плохо с мозгами. Нет. Просто работать мозгами тяжелее. Поэтому мозг с детства, с рождения вырабатывает так называемые автоматы. Автоматическую реакцию на какие-то определенные вещи. Врачи есть среди публики? Раз, два, три. Нет? Что же это нормально быть врачом? Хорошо. Лука тоже был доктором. Благословенный причем. Так вот, мозг вырабатывает автоматические реакции на все. Для чего? Для того, чтобы экономить энергии. Например, громкий звук сразу раз сжимаются определенные мышцы и блокируется передача громкого звука на барабанный перегон. С одним образом она сохраняется у нас и не лопается каждый раз. Есть много разных автоматических реакций, которые Бог вырабатывает. И в том числе он вырабатывает так называемую зону комфорта. Вы слышали вот такую? Зона комфорта это там, где мозгу все привычно, все хорошо, не надо ни о чем думать, все течет, как называется, по накатам. Окей? А Бог этого не любит, потому что он в своем слове сказал, еще немного поспишь, немного полежишь и придет бедность твоя, так-так, ну тогда. Он не хочет, чтобы мы работали своими мозгами постоянно, продвигавшись, что Бог говорит, все творят все новое, а человек хочет своими старыми привычками строить новую жизнь. Так не растет. В Божьем Царстве так не работает, потому что Бог говорит, сеть творю все новое. Говорит, старое прошло, теперь все новое. Павел говорит, зазвывая заднее, простираясь вперед. То есть мы должны постоянно менять, то есть заставлять свой мозг постоянно работать. Христианский мозг так не устроен, он не устроен, как Кевин Коплин сказал, им никогда не пользуются. Это нехорошо. Так вот, управляется все это нашей волей, мы можем дать к мозгу распоряжение делать или не делать. Это называется создавить себя. Понимаете? И вот эта воля, она тоже имеет воздействие на систему свой-чужой, которую выработал мозг. Особенно эта система начинает колебаться, знаете, как это самое? Целый адом срабатывает. Когда приходит какая-нибудь мысля Бога, касающаяся святой троицы дьявола. Знаете святую троицу дьявола? Нет? Вы знаете? Я мне мое. Я мне мое это святая троица дьявола. Называется она, у нас называется троица, да и на его там называется гордыня. Окей? Когда что-то касается нашей гордыни, то есть когда поколеблются наши интересы, в этот момент начинает срабатывать сирена ЦВ1, которая здесь выработана в нашем мозге. И говорит нехорошо, зона комфорта, нарушается, интересы затронуты, все поколит, сейчас нужно что-то менять, нужно опять что-то делать, нужно вставать с дивана. Да? Смой. Знакомый с плачей. А иногда это происходит после проповеди. Приходит какой-нибудь проповедник, отставит какое-нибудь слово от Господа. Ты выходишь и думаешь, ну здрасте, приехал. Что ж теперь, все меняешь ли? Ну прости, это было слово от Господа или нет? Это было слово от Господа, значит надо менять. Итак, нам нужно помнить, что большинство мыслей от Бога будут вызывать в нашей жизни дискомфорт. Но никогда не будут вызывать душевное противление, духовное противление. Они всегда будут во благо, а не во зло. Они будут вызывать дискомфорт, нужно будет встать и пойти. Помните, я как-то проповедовал где твой именемия? Это может быть он был давно, будет 3 назад. Но тем не менее. И поэтому, когда Бог отвечает нам, Он отвечает по-разному. Давайте посмотрим, как Он нам отвечает. Во-первых, Он отвечает так, что Он заставляет вас быть постоянно на чеку. Он постоянно заставляет бодрствовать. Помните, Иисус говорил, бодрствуйте в молитвах, бодрствуйте со мной. Неужели вы не могли бодрствовать это время? Он не имел в виду не спать в этом? Проснись и в бой. Он не имел в виду быть чутким, потому что в этом момент Он разговаривал с Богом настолько близко и настолько искренне, что даже ангел пришел утешать Его. То есть они должны были тоже Его видеть, но они не спали. Они пришли на гору преображения, и если там не громогласный голос с неба, они так и проспали бы Илью, и Моисея и все вообще проспали. Только проснулись, потом увидели «Опа, что такое? Крем чисто, все светло, все белое». Понимаете? Не гай бодрствуйте в молитвах, бодрствуйте со мной. То есть Бог хочет, чтобы мы первые были всегда на чеку. Мы всегда должны быть чувствительны, готовы услышать ответ. Потому что Он придет совсем не оттуда, откуда мы хотели бы. Иона вспомнила о том, что нужно говорить Богу только в чревике. А совсем не в чреве корабля, когда еще было не поздно. Можно было и оттуда возвать теми же словами абсолютно. Абсолютно теми же словами. Но он почему-то решил это сделать в чревике там. не в чреве. говори. Намок появились, не сбежать. Второе. Нужно прислушиваться к Святому Духу, а не к сторожам своего мозга. Сторожа нашего мозга будут говорить, это дискомфортно. Подожди, не надо, не напрягайся. Не, успокойся. Знаете, как Варька говорит, не спеши выполнить приказы, он его всегда отменить. Но если Бог говорит, иди и делай, у него есть четкие планы, то что ты пошел и сделал, если ты принес твердое решение, он даст на это благодать. Если ты будешь колебаться, это называется человек, который колеблется, он подобен волне морской, которая поднимается и от камня разбьется. Короче, такое неблагонадежное для царства. В разведку таких не берут с космонавти, короче. Нельзя колебаться, нужно принимать решения. И третье, он говорит, что нужно принимать ответы заранее, будучи готовым к тому, что они могут быть дискомфортными. Дискомфортные. Нужно что-то пойти и поменять. Например, там пока ситуация не завершилась сегодня, мы помолимся за это дело. Иду я позавчера утром со стаканом кофе, не для того, чтобы проснуться, а чтобы кофе попить просто. По улице иду, на автобус садиться. У меня автобус через 10 минут. Я думаю, пока я дойду, пока сяду на остановочку, когда пью кофе, как раз он придет. Прохожу мимо остановки, а у меня принципиально, а я бомжам не подаю. Если они кушать хотят, я лучше к этому кушать куплю. И никогда там денег. Потому что я даю денег, они будут с пивом ходить. Не даю денег. И я об этом не раз заявлял и на библийской школе, и везде. Сидит бомж, рядом с ним стоит его протез, пипет бутылка пива, сигаретка, ну как положено. И кепочка такая. Типа, подайте кто сколько может. И люди подают. Я так на него посмотрел, я его не знаю. Я в вершинских положениях давно не знаю, потому что он всегда меня послушал. А это вообще не знаю, ну взгляд какой-то знакомый. Прямо вот знакомый, знакомый взгляд. Ну думаю, ну у нас же показалось с утра после стакана кофе, чего только не предвидится, знаете, где более по дороге на автобус. Я прохожу мимо него, он говорит, о, говорит, пастор, ну-ка иди сюда, говорит. Я говорю на него, тип-топ. Он говорит, ну вы присядь, говорит. Переполз на скамейку, селкнул со мной, у него потихли слезы. Я говорю, я хочу покаяться. Я говорю, первых, откуда ты меня знаешь? Он говорит, как откуда? Я же, говорит, Евгений, я был у тебя на библейской школе. Я говорю, а где ты попал на библейскую школу? Я не помню, что ли? Я у меня две библейской школы читал. На одной там приглашенный спикер всего Мазраиля, а на второй в церкви праздник. И он говорит, да я же вот такой, я вдруг вспоминаю, что таки да, он был на нескольких занятиях на библейской школе. И он у него слезы, говорит, хочу покаяться, рассказал страшные истории о своем прошлом. Я говорю, подожди, подожди. Я говорю, во-первых, давай я за тебя помолюсь, потому что прости, но у меня если я сейчас на автобус опоздаю, следующий будет только через час. Я опоздаю на учебу. Он говорит, нет, я тебя не зрелищу, просто я хочу покаяться. Я принял твою историю, только не сейчас. Давай я просто помолюсь за тебя. Ты в сердце покаяся, как Давид. Я говорю, ну и это самое. Он говорит, давай. Я начал заниматься. Он реально плачет, мужик здоровый, святой мужик, ядно сидит, плачет. Говорит, я вот такой, я такой. Я говорю, да во-первых, вы не освобождаете такие вещи в свой адрес. Я говорю, Бог тебя прости. Он говорит, я умер уже на кресте, он все совершил. И я ему говорю, давай так, в пятницу я вернусь в служение, я с тобой в 10 часов вечера встречусь здесь на остановке, говорю, мы на лавочке посидим поговорим. Он говорит, хорошо. А где церковь твоя? Я говорю, а вот там. Я говорю, я приду. Я говорю, да, только при одном условии, если ты перед этим не будешь пиктивой, твоя первая сигарета будет после служения. Он говорит, хорошо. Мы с ним договорились на 10 часов вечера. Почему я? И человек принял решение. И я принял решение. Кому-то помочь. Бог так устроил, что мы встретились. Ну, согласитесь, в городе 250 тысяч населения встретиться с человеком, который был у меня в английской школе и сбежал из центра реабилитации, ну, тяжело. Тем не менее, мы с ним встречаемся, он меня помнит, и он хочет покаяться. Думаете, просто так что? Я не уверен. Мне кажется, что Бог просто как-то сверхъестественно расположил его сердце к тому, чтобы он как-то к Богу вернулся. Но для этого нужно было, чтобы кто-то к нему пришел, кому он доверяет. И, очевидно, я был тем самым человеком, которому он доверяет. Потому что, ну, знаете, там много верующих ходит мимо него, и, скорее всего, многих видит. Почему ко мне обратился? Почему клад по возле? его решение было основано на Божьей воле. И мое решение было основано на Божьей воле, и я это знаю. Потому что, когда я начал рассказывать об этом пастору и лейтеру, он сказал, говорит, вот Бог тебе прикладывает спасаемых в твои цели. То есть, нужно быть готовыми к тому, чтобы, если вы думаете, с ним комфортно было общаться, как вы думаете? А почему не комфортно? Ну, оставьте, что я пил пивом, разит, а у меня воняние очень такое, в астроне. Даже если человек позавчера пил пиво, я все равно буду чувствовать, что он пил пиво. А? А в колбус? Ладно. Это мелочь. Знаете, какая была первая мысль? Я ее просто гнал от себя. Недолго застарался. Гнал пару секунд. Я сейчас сижу с бомжом, что люди обо мне подумают? Синдром Саула. Что обо мне подумают? А вдруг кто-то другой пройдет, что завидит меня с бомжом сидящим. Представляете? Вот такая мысль сразу посеялась. Помните, когда открывается канал? Тут же начинают сеяться с двух сторон мысли. Я отъявляю от Бога. Я сказал так. Ко мне человек пришел на историю. Я обязан его выслушать. Я уже в этот момент забыл. Потом, знаете, другой упадал, как он, бомжа, руками дрог. Я ему руки на голову положил. Грязная была, жирная, вонючая. Но вы знаете, я верил, что если бы я сказал, что сейчас я перчатки достану, или пойди помойся, это было бы не совсем не то. Я возложил ему руки на голову, от него несет, ну знаете, немытый головой как-то. А потом, этот запах меня не преследовал, знаете. Я доехал до учебного заведения, конечно, вымыл руки. Но запах этот меня не преследовал. У меня не было отвращения к этому. Я бы исполнял свою обязанность. И я бы думал, что раньше, вот если бы там, два-три года назад, я бы, наверное, на это не решился. Серьезно, заговорить с бомжом, возложить на него руки? Нет. Что-то изменялось. Пришел дискомфорт. Но с ним нужно справиться. И когда ты с ним справишься, Бог дает благодать. И я знаю, что там было присутствие Бога, потому что без этого он бы не рыдал там. Однозначно. Второй вопрос, который нужно рассмотреть, это как я слышу то, что Бог говорит ко мне. Это может происходить по-разному, как мы с вами уже говорим. Он может говорить с нами через чтение Библии, он может говорить с нами через ослевцу. Борис, слушай. Я знаю. Он может говорить с нами через верующих, он может говорить через неверующих. Он может говорить с нами через самые бредовые ситуации. Может говорить, наверное, через снег, как мы уже говорим. Вопрос, готов ли мы услышать то, что он нам говорит. Года два назад я получил откровение от Бога. Мне показалось о том, что я не прислушался. Откровение было о том, что нужно создавать свою собственную общину. И двигаться в определенном направлении. Но я не послушал. Сказал, как это? Это же не от Бога. А как же мне оставлять собрание своего? И... Не открыл. Не сделал. Остался частью того служения, в котором я был. Я благодарен этим людям, которые дали мне возможность послужить. Это действительно было уже благословенное время. Три года. Я это озвучил. Но потом пришел пророк. Год назад и сказал мне то, что сказал. Не важно. Он подтвердил то, что нужно делать свое. Сказал, нет, это не от Бога. Как это свое? А как же я мне мое? Это же святая трех. Он сейчас пишет, что, кордыня, что ли? Нет. И последний раз он мне проговорил через конкретные действия, через откровение от многих людей, когда он уже сказал, все, да. С третьего раза не будет. Не сделаешь сейчас, не сделаешь никогда. Уйдешь просто из благодати. И я послушал. Я считаю, что я сейчас пошел в ту благодать, которую он мне уготовил. Потому что я считал, что это некомфортно. Я не готов был услышать то, что он мне говорил. И потом, когда я с пророком, который мне пригодил, говорил об этом, он говорил мне, смотри, я же тебе говорил об этом год назад. А знаете, пророки, которые знают, что они делают, они под запись требуют, чтобы пророчествовали. Он говорит, переслушай запись. Я переслушал. Он мне это говорил. А я не верил. Тогда я его слова воспринял по-другому. Я не готов был услышать. Потому что я думал по-другому. Мои мозги были направлены вот так, а он мне говорил, нужно делать вот так. Это дискомфорт, повернуться в другую сторону. И сегодня меня обвиняет в том, что мне это не мог сказать, я был. Так вот, нам необходимо быть послушными Святому Духу. Знаете, почему я знаю точно, что это Бог? Потому что у меня мир на сердце. Потому что Святой Дух, Он есть свидетель веры. Мы не можем ориентироваться ни на какое другое свидетельство. Потому что человек может исповедовать свою субъективную точку зрения. Группа людей может поддастся чему-то давлению. Как, например, те уже свидетели, которые против этого самого хозяина-линоградника свидетельствовали по наущению Изавель. Помните? Мы должны быть послушными только одному свидетелю. Святому Духу. Потому что Он постан нам для того, чтобы все проговорить, чему нас Бог учил и наполнить его всем. Если мы с Ним в сотрудничестве, то тогда у нас все будет по Божьей воле. И Он ведет нас и настраивает. Он абсолютно делает все, чтобы мы шли по Божьей воле. Бывает, что мы уходим от Божьей воли? Бывает, конечно. Бывает. Но устроено все очень просто. Когда мы читаем с вами Библию, там везде написано, что все люди, к которым Бог благоволил, все начинают, Еноха, которого Бог забрал просто, не стало его, да? И заканчивая Иисусом, который воплоти возьмется на небеса, все эти люди, написано, ходили путями Божьими. То есть, когда мы ходим путями Божьими, ну вот представьте себе, да, дорога, и написано, направо пойдешь, ну там минное поле пойдешь, налево пойдешь, там коня поперешь. Прямо ходить, все будет хорошо. Пока мы идем прямо, мы думаем, что это ограничение свободы. И нам все время хочется то направо, то налево, то опять направо, то опять там же свобода. Чего меня тут одна дорога ограничила? Я, может, хочу мир посмотреть? Может, я хочу нагуляться? Бог говорит, ну гуляй. И дает нам через свое слово притчу о блудном сыне. Как вы думаете, этот блудный сын знал, что нельзя уходить из Божьего дома, из отцовского дома? А? Да, конечно, знал. Тем более, он младший сын, старший, еще не ушел. Куда ему-то? Мало того, он при жизни похоронил своего отца, говорит, наследство дай. Но отец сказал, на, иди. Потому что сердце отца работает по-другому. Это не сердце матери, которое будет как муж, что нет, ты куда? На тебе то, на тебе это, на шарфик, и не высовывайся в окно, на другую дверь. Нет, он говорит, иди. Иди, делай все, что хочешь. Я знаю, откуда ты вернешься. Я знаю, в каком состоянии ты вернешься. И я знаю, что я тебе приготовлю, когда ты вернешься. Знаете, отцовское сердце, это сердце, которое прощает. И поэтому, когда мы идем на конфронтацию с Богом, осознанно или неосознанно, принимая решение, не согласно Божьей воле, он говорит, ну ладно, сходи. Я тебя здесь подошу. И вы знаете, в чем обогрение? Он стоит и ждет. И он смотрит туда, куда мы ушли. И все-таки, знаете, иногда так, думает, ну если совсем плохо, уже совсем не соображает ничего. Ну совсем, все плохо. Он говорит, так, ладно. Иди сюда. И ставит возле себя. В халате, с обувью, и с перстнем власти на руки. Потому что он за нас. Жизнь сына у нас. И он по-другому не может. Потому что он нас избрал. Он нарезан, кого избрал, потом того и уподобил. Поставил, оправдал. Ну и уподобил. А как же вот это вот, может быть уподоблено? Он говорит, ну не все. То есть я тряхнул. На вершину для этой недосягаемой поставлю. Потому что это хождение путями Божьей. Мы не можем уходить в сторону. И он с нами на это так разговаривал. Я знаю таких людей. Которые знали о Боге. Знали. Но тем не менее. Пошли на Каманин, например. И последнее, к чему они призывали в своей жизни перед покаянием. Они говорили, есть ли ты такой вредный Бог, который даже не дает мне денег на дозу, чтобы я себя лучше чувствовал. Потому что когда я себя хорошо чувствую, я еще о тебе думаю. Но когда мне плохо, я порву каждого здесь. Когда я сейчас лучше возьму, уколюсь, передозирую себя и сдохну. Вот тогда ты будешь знать, кого ты потерял. Знаю ли я? И в этот момент к ним приходит Иисус. Только не Иисус к ним приходит, который с неба спустился опять лично к ним. Нет. Он приходит в виде человека, который говорит, слушай, зачем ты такие вещи произносишь в свою жизнь? Бог на самом деле. Ему ничего доказывать тебе не нужно. Он уже за тебя ум. А ты за что сейчас умрешь? Он готов тебя принять. Он готов за что? Под твою дыру разменом из Бога? Занять ее место? Приди к нему, и ты получишь благодать. И эти люди вдруг, не потому что кто-то он классно рассказал, у него с риторией, и все в порядке. А потому что Дух Святой пришел на это место. И в Духе Святом вдруг тот говорит, я хочу принять Иисуса Господом и Спасителем. Потому что никто не может не в Духе назвать Иисуса Господом. И в этот момент происходят чудеса. Когда мы готовы услышать Бога, когда мы опустошены уже полностью, мы вдруг начинаем понимать то, что Он говорит нам совсем по-другому. Хотя мы говорим обычные вещи. Я 40 лет ходил и искал Бога. Думал, ну я не отойду своего собственного Бога. А услышал здесь каким-то образом слава Божьи, когда играли в солны, и я покаялся. Потому что когда-то я был не готов. А потом стал готов. Я принял решение, да, но я не мог выполнять этого решения на день раньше. И на минуту раньше, и на секунду раньше. Я принял это тогда, когда Бог захотел, чтобы это произошло. То есть, наше решение всегда совпадает с волей Божьей. Решение, которое мы, через которое мы получаем благодать. И поэтому я возвращаюсь сегодня к тому, что я сказал в самом начале, что многие очень отрицают сегодня пророчества, сны, ведения. Это не есть воля Божьей. Общайтесь с пророками. Знаете, я очень часто на разных конференциях, особенно на молодежных, ну так получается, молодежным пастором очень долгое время, я очень часто меня Бог нуждает пророчеством. Причем, я не сам вызываюсь, у меня есть для вас слово. Нет. Просто как-то так получается, что всегда ведущий конференции говорит, пастора, выходите сюда, и мы сейчас будем молиться и пророчествовать за, пророчествовать этим людям. и начинает Бог освобождать какое-то пророческое слово через меня. Если вы запишите это на диктофон, то это просто какой-то не связанный ни с чем текст. Для меня. Но я вдруг вижу реакцию человека, он начинает плакать. Он начинает говорить спасибо тебе, Господи. Его начинает трясти от счастья, он начинает улыбаться, смерть, он получает ответ. И вы знаете, Бог не каждому чему будет подойти и помолиться. Он говорит, не за этого помолиться, а этому говори вот это. А этому ничего не говори, просто руки возложи с него платья. Он говорит, возложи руки на него, падает просто, и все. И ему хорошо, и Бог с ним работает. Нужно прислушиваться. Когда мы прислушиваемся к воле Божьей, через пророков, через пастора, через души побечителя, мы начинаем принимать правильные решения. Мы начинаем вдруг ощущать благодать Божьей на деле в нашей жизни. Когда мы начинаем выдумывать свои решения и уничижать Духа Святого или отрицать пророчество, мы начинаем терять эту благодать. Поэтому третий вопрос, последний, есть ли у Бога план в мою жизнь на самом деле? И ответ однозначно да. Потому что вы не найдете, конечно, в Писании у вас не будет написано там, например, Семен, пойди и сейчас сядь в машину и поезжай там куда-нибудь, привези там три бутылки воды. Там не будет такого написания. Но почему-то внутри есть какое-то побуждение сделать что-то, и ты думаешь, ну, сделай это, и ты что, и кому-то, а друг это никому не понадобится. Если у тебя внутри есть побуждение что-то сделать, сделай это. Потому что у Бога есть всегда причинно-следственная связь. У него одно перетекает в другое. И даже самый плохой поступок в нашей жизни он может обратить впоследствии во что-то сверхъестественно-божественное. Например, Моавитян Курут ввести в общество Господне, когда до этого он говорил даже в 10-м поколении никто не войдет. Но она сделала что-то. Например, какие-то решения и Бог сказал нет, она войдет. И она стала бабушкой царя Давида. Грешник царь Давид, который принял такие два ужасных решения, покаявшись, стал одним из предков нашего Иссия. И таких примеров масса. Бог всегда сделает и закончит свою программу, потому что Он был в начале и Он был в конце данного момента, потому что Он вне времени. Он знает, чем все началось и чем все закончилось. У Него уже все началось и закончилось. Это у нас есть время, дни и комментарии. А Он уже все знает. И наша задача прийти к Нему с открытым сердцем и спросить Господь, какова Твоя воля в нашей жизни, в моей жизни. И вот есть такой пастор Сухов, вы его, наверное, помните? Он рассказывал замечательную историю и на этом мы закончим. Он говорит, как часто происходит, когда нам нужно что-то сделать, мы как бы садимся за волей, пристегиваемся, сажаем Бога рядом с собой и говорим Господь, значит, давай, мы сейчас поедем туда, туда, нужно сделать вот это, вот это ты уже не подведи, присутствует, я как-то на это все, да? Вот, кстати, подпиши вот здесь, что нужно сделать, это твое обязательство, как Бога, по отношению ко мне. А сам ты должен все наоборот, ты должен сесть на пассажирское место и сказать Господь, вот он визит, вот бумага, она пустая, я вот здесь подписываюсь под каждым твоим словом, что мне нужно делать? И в этот момент, когда мы принимаем такое решение, вдруг происходят чудеса, потому что Бог говорит, мы же хотим жить в Божьем царстве, а Божий царство только Божьи пути. И Он говорит, пути мои не ваши пути, ходите моими путями и будьте непрочны. Для того, чтобы ходить путями Божьими, нужно принимать решения каждый день. Они бывают некомфортными, они бывают мучительными. Но вы знаете, ободрение в том, что их можно принимать. И воздаяние нам будет. Есть посредине кусочек такой некомфортный, называется оно учение. Нужно учиться это делать. Учиться мы все не любим. Да, вот тут подростки сидят, не любят учиться. В школу скоро, два дня, а мы мучаемся, на служении сидим, мы погуляем, пойти. Они на служении сидят, мучаются, понимаете? Они это все дома не послушали. Но они пришли, они приняли решение какое-то. И Господь высвободит свою благодать. И каждый, кто пришел сегодня, потому что пожертвовал чем-то ради того, чтобы послушать Слово Божие, Господь высвободил благодать. И так будет с каждым решением. Обратите внимание, что Авраам твердо принял решение принести в жертву Ицхак. Но вместе с этим он принял твердое решение, что с этим же принесенным в жертву Ицхаком они вернутся к своим рабам отрока, которых он оставил внизу в горе Мурья и сказал подождите здесь и мы пойдем поклонимся Господу и придем обратно. У него не было другого решения. И Бог видя его твердое решение исполнить Божью волю, высвободил благодать, благодаря которой мы сегодня с вами здесь и живем. Потому что он есть Бог Авраама, Ицхака и Якова. Если бы тогда Ицхака принесли в жертву, Якова не было. И так, подытожим то, что может быть напишите на четвертой странице. Первое это то, что да, Бог с нами разговаривает. Он живой. Наш Бог живой. И он говорит, что остальные боги суть идолы. Глаза есть, но не видят. Пуши есть, но не слышат. Уста есть, но не говорят. А наш Бог живой, он с нами говорит. Второе, мы должны быть готовы услышать то, что Бог нам говорит. Если мы не готовы слушать то, что Бог нам говорит, он все равно будет нам говорить. Он добьется того, чтобы мы это услышали даже в чреве кита. Но там плохо. Там душно воняет. Ну и тюмой. И непонятно, где ты сейчас нападешься. И третье, это у Бога есть план в нашу жизнь. У Него есть план для нас. и ободрением, если вы сейчас не знаете, какой будет план для вас, не важно, сколько вам лет. Не важно. Пятнадцать или семнадцать. У Бога есть план на то, чтобы вы завтра начали жить по-другому. Но жить по-другому завтра мы начнем, если мы сегодня начнем что-то делать по-другому. Потому что наше завтра зависит от принятых нами сегодня решений. Наше сегодня это плод тех решений, которые мы принимали вчера. Но то, что было вчера, изменить невозможно. Изменить можно только то, что мы делаем сегодня. Тогда завтра у Бога есть для нас отдельная благодать. Написано обновляется каждое утро и благодаря этому мы живы. Давайте помолимся. ВОЛНЕЛЬНОМ ВОЛНЕЛЬНОМ